Здравствуйте, уважаемые читатели и гости с сайта Заметки Электрика. В прошлом видео про рассыпитель максимального и минимального напряжения РММ-47 УТЭК из-за отсутствия соответствующего оборудования мне не удалось проверить уставку его максимального напряжения. Теперь испытательное устройство RITOM-21 имеется у меня в наличии. И я с удовольствием восполню данный пробел. Кроме этого возникли вопросы по кнопке возврат. При срабатывании защит непосредственно автомата. Я вам говорил, что проблематично определить по какой же все-таки причине отключился автомат. От защиты короткого замыкания или перегруза, или же все-таки от отклонения напряжения в сети. И даже обращался с этой просьбой к производителю, чтобы те в свою очередь изменили конструкцию рассыпителя, например, установив на лицевой панели РММ-47 какой-нибудь индикатор-флажок, символизирующий о том, что отключение произошло именно от срабатывания расцепителя, а не от защиты автомата. Но некоторые читатели сайта и канала заметки Электрика утверждают обратное. Вот и проверим данный факт и развеем все сомнения. Итак, поехали. Напомню, что схема подключения расцепителя РММ-47 остается прежней. Здесь главное не допускайте тех ошибок при подключении, про которые я рассказывал в первой части видео. Ссылочка на первую часть будет в описании под видео. С помощью устройства RITOM-21 я буду плавно повышать напряжение. Зафиксируем при каком напряжении сработает расцепитель. Напомню, что уставка максимального напряжения, согласно паспорта, составляет 265 плюс-минус 10 вольт. Расцепитель я подключил. В общем, красный вывод, это фаза, приходит через автомат на расцепитель на клемму D2. На клемму D1 приходит ноль источника. Вот черный крокодил. Это все подключено к источнику 3 испытательного устройства RITOM-21. Так, нажимаем кнопку, включаем автомат, включаем латор. Вот здесь вы видите 222 вольта сейчас. И наводим, повышаем напряжение. 230 вольт, 240 вольт, отражается немножко, 250 вольт, 260 вольт. Ну, это вот я 262 вольта сейчас навел. Это как вот в прошлый мой эксперимент, который я не смог довести до конца. Так, идем дальше, повышаем. 265, 266, 267, 268. Оп! Ну, порядка 270, там, 269 вольт. Автомат отключился. Расцепитель сработал. Ну, давайте еще раз попробуем. Сначала снизим напряжение до номинального, 220 вольт. Нажимаем кнопку, включаем автомат. И поехали. 230, 240, 250, 260, 267, 268. Оп! Ну, порядка 268-270 вольт. Расцепитель сработал и отключил автомат. Уставка максимального напряжения находится в пределах заявленных характеристик. Ну, я решил пойти еще дальше. Сымитирую обрыв нуля трехфазной сети и подам на выводы расцепителя напряжение порядка 350, там, 380 вольт. Посмотрим, как поведет себя расцепитель. На самом деле, я немного опасаюсь этого, так как диапазон рабочих напряжений расцепителя находится в пределах от 50 до 275 вольт. Но, тем не менее, необходимо проверить расцепитель именно в реальных условиях эксплуатации. Итак, сейчас сначала навожу 350 вольт и проверяем работу расцепителя. Пока автомат у нас отключен, я навожу напряжение 350 вольт. Так, отключаю латор. Затем нажимаю кнопку и включаю автомат. Так, ну и теперь мне остается лишь включить латор и посмотреть работу расцепителя. Ну что, с богом! Оп! Отключился. Замечательно. Видите, напряжение составляет 350 вольт. Расцепитель успешно сработал. Идем далее. Теперь проверим расцепитель при полном линейном напряжении 380 вольт. То есть, полностью имитируем обрыв нуля в трехфазной системе. В случае такого удачного распределения нагрузок, в квартиру вполне может прийти 380 вольт. То есть, полное линейное напряжение трехфазной сети. Вот теперь мы и сымитируем данную ситуацию и посмотрим работоспособность расцепителя в такой ситуации. Так, теперь у меня наведено с прошлого измерения 350 вольт. Так, автомат у меня пока отключен. Я еще добавлю. 380. Вот, 380 вольт ровно. Отключаю латор. Нажимаю кнопку и взвожу автомат. Ну и осталось теперь включить нам, подать напряжение и посмотреть, как отреагирует у нас, как сработает расцепитель. Ну что, поехали. С Богом. Оп. Отключился. Видите, напряжение составляет 380 вольт. Отлично. Ну а теперь предлагаю навести еще немножко больше, то есть, до 400 вольт поднять уровень напряжения. Потому что в новых электроустановках это вполне нормальное напряжение трехфазной сети. Итак, теперь у меня наведено 400 вольт. Обзводим автомат с расцепителем. И смотрим. Оп. Отключился. Замечательно. Претензий к автомату нет. На этом можно смело сказать, что расцепитель прошел все испытания и соответствует своим заявленным характеристикам. Он не только срабатывает при заявленных уставках максимального и минимального напряжения, но и также в случае аварии, вот, в случае, например, того же обрыва нуля в трехфазной сети, он вполне спасет электрооборудование вашей квартиры и дома. Хотя, у него по техническим характеристикам диапазон рабочих напряжений составляет от 50 до 275 вольт. Чего я и опасался, что при более 275 вольт данный расцепитель и вовсе может не сработать. Теперь претензий к нему нет. В начале видео я подробно описал суть проблемы. Теперь прогрузим автомат током, чтобы он отключился от любой из своих защит. Будь это тепловая защита или электромагнитная. Автомат имеет номинал 16 А. Я наведу 10-кратный ток, то есть 160 А. И автомат отключится от электромагнитной защиты. А мы посмотрим, при срабатывании автомата выскакивает кнопка возврата на расцепителе или нет. Ток 160 А. Поехали. Оп! Автомат отключился. Как видите, при срабатывании автомата кнопка расцепителя все же не выскочила. Давайте еще раз попробуем. Включаю еще раз автомат. Автомат отключается от электромагнитной защиты. То есть у него срабатывает электромагнитный расцепитель. А кнопка расцепителя не выскакивает. Вот видите, ток составил 163 А. 5,8 мс. Более подробнее про тепловые и электромагнитные расцепители модульных автоматов смотрите в моем видеоролике про время токовой характеристики автоматов. Там я все эти моменты очень подробно рассказывал. Беру свои слова обратно. Таким образом, по состоянию кнопки возврат можно беспроблематично определять по какой же все-таки причине отключился автомат. От защиты короткого замыкания или перегруза. Или же все-таки от отклонения напряжения в сети. На этом, пожалуй, и все. Вот такое получилось дополнение к моему первому видео про расцепитель РММ-47. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика». Всем спасибо за внимание. До новых встреч.